Продолжается первенство Московской области по мини-футболу среди юношеских команд спортивных школ. В универсальном спортивном комплексе Подмосковья состоялись матчи среди игроков 2011 и 2012 годов рождения. Младшие юноши Ищелкова 2012 года рождения потерпели поражение в игре с командой Солнечногорска и теперь занимают четвертую строчку турнирной таблицы. Старшие тоже встретились с командой спортивной школы номер один из Солнечногорска. Соперник идет на первом месте, на втором команда из Мытищ, на третьем из Щелкова. Для наших ребят этот матч один из важных. Разница в два очка, то есть если мы сегодня побеждаем с Солнечногорска, мы выходим на первое место, но и при условии, если Мытища оступится где-то. Здесь три команды, они разыграют между собой выход на чемпионат России, как победитель Московской области среди лучших команд России. То есть нам надо побеждать, чтобы у нас появился такой шанс, и дети съездили на Россию, потому что это самый топовый уровень, к чему мы стремимся и ставим задачи все время детям. Со стартовым свистком Щелковцы обрушили лавины атак на ворота соперника и открыли счет в противостоянии уже на третьей минуте. Следующее взятие ворот не заставило себя долго ждать. Второй мяч залетел в ворота соперника на восьмой минуте матча. Щелковцы уверенно противостояли сильному сопернику, однако один мяч все же оказался в наших воротах. Тем не менее, гол юноши Солнечногорска никак не отразился на дальнейшем течении встречи. Во втором тайме команда из Солнечногорска окончательно просела по всем игровым аспектам. Щелковцы владели инициативой, создавали опасные моменты, атаковали и смогли отправить еще два мяча в ворота гостей. Болельщики активно поддерживали наших и не сомневались в победе. Щелкова всегда будет первым! За две минуты до конца Амин Исинов поставил точку в игре. Матч завершился со счетом 5-1 в нашу пользу. Упорство щелковцев приблизило ребят на шаг к выходу на Россию, но впереди еще три противостояния. Пожелаем спортсменам одержать победу в решающих матчах. Евгения Корытько, Валерия Жеглей, Щелковское телевидение.